Здравствуйте! Она сама и хозяйка дома, и хозяйка квартиры. Сегодня мы с ней поговорим о том, каким путем пошел их дом, какую форму управления выбрал и как решил осуществить капитальный ремонт дома. Лира, расскажите немножко о своем доме. Какого года он рождения, как выглядел и почему вы решились уйти в непосредственное управление и как решили вопрос с капитальным ремонтом? Ну, конечно, я могу о своем доме говорить бесконечно. Он 1928 года постройки. Особый дом, да? Дом горсовета. Особый дом, дом горсовета, да, гордость, наверное, в то время Матуверихинского района. Ему 86 лет. И все самое лучшее, что есть в нашем доме, это, конечно же, мои соседи, мои жильцы, наши жильцы и стены 60 сантиметров плотного, хорошего, качественного, вечного кирпича. Ну, а все остальное, увы, вся система и вентиляции, и канализации, и водоотведения печально, и говорить об этом можно бесконечно долго рассказывать, в каком состоянии наш дом за 86 лет. Лира, у вас же маленький дом. В нашем доме всего 18 квартир, из них только 4 в собственности, остальное это коммуналка. Очень печально, что в наше время есть коммунальные квартиры. Ну, они тоже в собственности, просто они в коммунальные квартиры, да? Да, они в собственности, но они в коммунальные. Почему вы избрали форму непосредственного управления для вашего маленького ветерана? Это, конечно, история очень долгая. Мы долго приходили именно к этому решению. И, как всегда, помню, зима, мы убираем снег у подъездов, как всегда обсуждаем проблемы, которые существуют у нас у всех. У одних холодно, другой подъезд у нас просто как ледяная пещера, потому что топит горячей водой, причину найти не могут. И они много лет борются, и при этом приезжала телевидение, неогданно это снимала. Мы, как всегда, обсуждаем эти проблемы, что делать, как быть. И вот вспомнили о том, что существует такая форма, как непосредственное управление. Почему? Потому что были на встрече, на одной из встреч, которую организовывала администрация нашего Матавилихинского района. И вот о разных видах формы управления нам было очень подробно рассказано. Мы тогда очень удивились, что такое есть. Это словосочетание непосредственного управления вроде как бы ни о чем совершенно не говорит. Пришли на консультацию, выяснили, что это такое, как можно жить, какие существуют ограничения при жилищном кодексе, чтобы выбрать эту форму управления. Подходим. Вот несколько наших соседей собралось, собрание, инициативное собрание. Мы все прописали грамотно, мы изучали жилищный кодекс, чтобы правильно собрать собрание и выбрать эту форму. А самое главное, не то чтобы убедить, а рассказать нашим соседям о том, что это за форма и как в ней можно жить. Пришли 54% наших жильцов. Это было просто победой, вы не представляете, мы столько народу не видели. Рассказываем о том, что вот мы хотим, предлагаем вот такую форму, разные мнения, разные суждения. И один из жильцов говорит такой, ребят, мы столько лет жили при управляющей компании, и что? 86 лет дому, и что? Мы рушимся, и нужно что-то делать, ну давайте попробуем, сказали наши соседи. И вот вы, как я правильно помню, 3 года назад уже почти получается ушли в непосредственное управление. Ну да. Как же вы решили этот вопрос с вашим стареньким домом? У вас там скатная крыша, у вас деревянные лестницы все еще. Нет горячей воды. Нет горячей воды. Нет отопления в подъездах, когда его отключили, просто голые трубы. Радиатор нет. Огромный чердак, огромный подвал, все понимаю. Как вы решили, ну вот 18 квартир, починить такое добро за счет собственников у вас, конечно, вряд ли получится. Как вы решали этот вопрос? Естественно, тогда еще был 14-й год, я помню, вот только мы в 13-м приняли решение, 14-й год. О программе капитального ремонта, которую предлагало наше правительство, наше российское, только говорилось, и она еще как таковая была не принята. Да. Но мое личное отношение, ну и многих моих жильцов, то, что у нас в России долгосрочное, не имеет совершенно права жить. Наверное, для другой страны, такой как Германия, или не буду какие-то другие рекламировать, там, наверное, эта программа реализуется и очень успешно. Но никоим образом у нас. Поэтому выход один, своими силами мы сделать не можем, или будем это вкладывать и делать бесконечно долго. Или есть еще один пример, благо есть соседи, которые просто-напросто прошли прямым путем, судились с администрацией нашего города за то, чтобы был сделан капитальный ремонт. Естественно, как это, и слово суд страшное очень слово, как пойти, как на это решиться. Благо есть хороший человек, который проконсультировал грамотно, объяснил, какие документы необходимы, и что нужно сделать, куда пойти, кого найти, что составить. И вы рискнули, да? И мы пошли прямым путем. Почему? Действительно, действенно. Есть пример. Наши соседи. Это Фигнер 5. Фигнер 5, Циолковского 9. Вот есть пример, видим, да, действительно. Сейчас дома отремонтированы в очень хорошем состоянии. Но вы-то дошли до суда? Дошли до суда. Притом это, как это сказать, очередной этап, это очередное собрание такое, внеочередное собрание соседей. Обсуждаем, радуемся этим успехом. Помню первая экспертиза, которая у нас была, которую назначил суд независимая. Сам суд назначил ту организацию. Приходит юрдикт, практически 10 пунктов. Подробнейшим образом расписано от чердака до перекрытий. Просто великолепно. Мы радовались соседями бесконечно. Ну, в вашем решении суда есть даже монтаж системы горячего водоснабжения, да? Это нас просто безумно порадовало. Мы сидим на электрических водонагревателях. Естественно, это очень недешево. Проводка у вас тоже старая? Конечно. Конечно. Ну, а как жить? Все-таки 21 век. Хочется реально мыться горячей водой. Ну, вот вопрос о исполнении решения суда уже сейчас движется? Ой, это очень сейчас грустно говорить об этом. Конечно, мы ждем. И каждый раз ко мне приходят соседи. Каждый раз я ему говорю, загляните на сайт закупки ГОВ в такой-то ННН. Вот здесь вот все увидите, что по нашему дому происходит. Да, у нас сейчас этап. Мы вчера буквально была на этом сайте. Увидела, что у нас сейчас проектно-спектная документация на очереди. Ага, то есть выставили на конкурс разработку проектно-спектной документации. Это уже хорошо, да. Но это говорит только за то, что с января, скорее всего, вы и приобретете себе пакетика. Так мы думали в феврале 2015 года, летом 2016 года, в июне. Надеемся, что да. Но мы поторопим совместными усилиями администрацию города Перми. Торопить, конечно, надо. Надо торопить. Потому что самостоятельно прийти к нам и сказать, ребята, давайте мы вам сделаем хороший ремонт. А скажите, пожалуйста, вы платите так называемый налог за капитальный ремонт? Налог за капитальный ремонт. Но я говорила о том, что у меня лично мое отношение к этому налогу за капитальный ремонт очень негативное. И я просто не верю, что через 40 лет, когда мне будет уже очень-очень-очень много, что-то произойдет. Поэтому пока мы ждем решения исполнения суда, мы не требуем большего. Просто выполните то, что прописала экспертиза, то, что такой вывод сделал суд. А там-то смотрим. Платить никогда не поздно. И еще такой вопрос. Получается, вы уже не первый год в непосредственном управлении уходили. Вы от управляющей компании. Знаете, очень часто спрашивают, ну как же мы будем жить в непосредственном управлении? Мало того, что люди путают, да, и говорят самоуправление. Ну, игра слов. Да, на самом деле это и есть самоуправление. Но вам ведь есть с чем сравнивать? Вот расскажите свои ощущения между двумя вариантами жизни. Ну, конечно, практика великое дело. И когда мы только... Это, само собой, решится самый сложный первый год. Как-то согласно жилищному кодексу мы должны выйти на прямые договора с ресурсоснабжающими организациями. Мы должны заключить договора. Мы должны найти тех собственников, которые не были на собрании. И рассказать им, что такое непосредственное управление. Я просто приходила к ним в гости с жилищным кодексом. И показывала, вот смотрите, третья строка, непосредственное управление. Это закон, говорила я. Конечно, сравнивать управляющую компанию и непосредственное управление. Сейчас, когда уже легче и проще. Да, попрошу несколько лет. Попрошу все несколько лет. Я вижу результаты. Я вижу, как у нас что-то меняется. И мне безумно нравятся отношения моих соседей. Которые теперь знают все, что мы в непосредственном управлении. Вы знаете ли, да. Когда приходят какие-то люди, они им рассказывают про это. Что мы вот-вот посмотрите. Нет, пойдите к нашему председателю. Нет, пожалуйста, вот проконсультируйтесь. У нас великолепный совет дома. У нас 9 человек. Мы выбрали по 3 человека от подъезда. 18 квартир, 9 человек советов. Мы выбрали по 3 человека от подъезда, чтобы было честно. Чтобы каждый подъезд представлял свои интересы. Лира, а скажите, это вам так с домом повезло или с соседями? Или они в процессе жизнедеятельности стали такие? Нет, есть такие, которые были инициаторами, которые действительно вот сейчас поддерживают. И вот буквально сегодня я бегу к вам, а у меня соседи ремонтируют фонарь уличный. Соседи ремонтируют уличный фонарь. Да, поэтому, естественно, как бы и повезло и с соседями. Ну, а с домом? Ну, дом мы свой любим, что вам сказать. Хотим, чтобы он был красивым, надежным, безопасным. Видимо, будет. Видимо, будет. Вы общаетесь с другими домами в непосредственном управлении? Да, конечно. Как же нет? Я знаю, что вы состоите в ассоциации в нашем непосредственном управлении. Скажите, пожалуйста, вот это единство ассоциации, оно помогает вашему дому? Безусловно, помогает. Притом мы мало того, что общаемся, мы перезваниваемся. У нас возникают общие проблемы. Мы делимся телефонами, документами, различными проблемами, которые совместно можем решить. Это просто здорово. Ты не чувствуешь себя одна рыба такая в воде, плывешь, плывешь. Здесь у тебя есть люди, можно сказать, коллеги, которые живут в тех же самых проблемах и решают их вместе. Еще такой вопрос. Вот вы судились за капитальный ремонт. Это все равно экспертиза, это судебные сдержки, это дорого. Как вы решили этот вопрос? Мы обсуждали с соседями. Мы не так просто. Мы собрали собрание 72% людей. Естественно, это не два человека, которые решают финансовый, такой серьезный вопрос, потямим или нет. Вы знаете, 72% просто проголосовали единогласно. Что выхода нет, решений другого пути нет. Нам нужно сейчас вложиться именно в это. Экспертизу мы хотим качественную, надежную, чтобы она действительно объективно оценила состояние нашего дома и прописала все как полагается. Почему я говорю, мы и радовались, что действительно у нас есть проблемы, серьезные проблемы. Дом там в полуаварийном состоянии. Насколько я понимаю, после того, как суд вынес решение в вашу пользу и оно вступило в законную силу, вы взыскали судебные издержки? Да, конечно. И вернули их дому. Вернули их дому. Как вообще ваше отношение? Вот Ассоциация непосредственного управления, она стоит на позиции, что, ну, конечно, ТСЖ, ТСН, да, некоторые управляющие компании открывают спецсчет. Вот особо правильные и умные, они стараются, чуть-чуть накопило сразу в дело, чуть-чуть накопило сразу в дело. Но наша ассоциация, она исходит из того, что надо судиться за капитальный ремонт, если особенно этот дом больше 50 лет, больше 35 лет. Это только для более-менее молодых домов, которые там 91-го и дальше годов постройки. Вот этим, да, вот этим домам необходим какой-то маневренный фонд, какой-то резервный фонд. А ваш дом разделяет позицию ассоциации, что не нужен нам вот этот закон о капремонте, больше похожий на налог, а нам нужно, чтобы государство выполнило свои обязательства и починило либо в судебном порядке, либо в соответствии с 16-й статьей закона о приватизации многоквартирные дома в городе Перми. Ну, я считаю, что это правильно, честно и справедливо. Государство должно отвечать. За это, да? Конечно, должно отвечать за это. А что бы вы хотели? Вот, знаете, встречаясь на собраниях с людьми, и они мне говорят, ну, у вас хороший дом, у нее хороший дом, дружные соседи, вы сможете. А у нас много бабушек, у нас много неплательщиков, ну и вообще балласта много. Поэтому мы боимся переходить. Что бы вы пожелали таким домам? Вы знаете, наверное, бабушки-пенсионерки самые идеальные жильцы, которые, ну, действительно, они скажут правду, действительно, они выполнят то, что им скажешь. Но это надежные люди, они подтвердили это временем в истории своей жизни. Поэтому есть, есть процент людей, которым все равно. Но я просто знаю, и пример ни одного дома. Вы найдете команду, вы найдете людей, которым не все равно. И сделать это можно реально и нужно. А как, как вот вы не погибли? Вы ушли от управляющей компании. Где вы нашли столько специалистов? Ну, понятно, дворников, ну, понятно, уборщиц. А где вы нашли электриков, слесарей, сантехников, плотников, кассиров, бухгалтеров? Ну, во-первых, конечно, когда возникали проблемы, они сразу же у меня, вот просто все специалисты в моем доме не живут. К сожалению, хотя очень хотелось бы в следующий раз спрашивать, кто вы по специальности. Пожалуйста, милости просим проживать в нашем доме. Конечно, ассоциация нашего непосредственного управления, мы обменялись практически со всеми председателями телефонами. И как только у меня возникает проблема, я звоню ребятам и спрашиваю, ребят, есть кто-то хороший? Вот у меня такая-то проблема, потому что некоторые специалисты не могут справиться с конкретной задачей. Поэтому у меня есть телефоны и электриков, и сантехников. Но сейчас за три года мы, конечно, обросли и телефонами, и профессионалами. А насколько стала жизнь дороже или дешевле в вашем доме, когда вы ушли в непосредственном управлении? Жизнь стала, конечно же, дешевле. Да, дешевле это безусловно. Притом мы, мало того, мы можем принять решение, вот честно говоря, принять решение, что мы совсем не будем собирать взносы на, например, содержание дома. Мы можем такое сделать, но никто из соседей такого, конечно же, не предложил. Мы только обсуждаем суммы, сколько будет стоить квадратный метр в этой ситуации. Поэтому мы приняли решение. Сумма очень небольшая, но мы действительно на эти деньги можем не просто поддерживать штаны и латать дыры. Мы действительно меняем, мы сделали вытяжку болерной, которую топит неоднократно, у нас как только начинается отопительный сезон. Мы сделали линевку, мы меняем кардинально наши проблемы. И соседи видят, да, что жизнь становится лучше? Конечно, конечно, видят. А придомовую территорию? Ой, у нас такая красивая придомовая территория. У нас есть соседка, которая, мне кажется, по душе ландшафтный дизайнер. У нее просто потрясающе все красиво. И другие соседи заражаются, говорят, дайте, пожалуйста, нам вот тут вот росточки, а мы вот тут вот сделаем кломбочку. А вот здесь вот мы, ну, мы выходим на субботник, конечно, мы каждую весну мы убираем, осенью мы тоже убираем все это, помогаем нашему дворнику. Но это спачивает очень здорово. Мы прибрались в болерной, наконец-то за 86 лет мы вывезли два ХАМАЗа различных предметов, зато там порядок. А вот с соседним домом не конкурируете, кто лучше, который рядышком стоит на Фигнер-5 в непосредственном управлении? Нет, конечно, конкурировать с ними мы дружим. Мы, конечно, дружим. Мы знаем друг друга, они приходили к нам на собрание, мы приглашали их специально, чтобы рассказать, потому что они уже в непосредственной форме управления. Они пришли и поделились своим опытом. Пригодился? Конечно, пригодился. А теперь ваш опыт пригодится. Я вас поздравляю, в вашем квартале, в вашей семье прибыло. Фигнер-1 выбрали форму непосредственного управления. На самом деле, Фигнер-1, где вот эта вот стройка? Да, между вами и Фигнер-1. Боже мой, вот Фигнер-1-то нам нужно очень активно познакомиться и бороться за то, чтобы этой стройки не было на нашей территории. Потому что это земля ваших домов, да? Ну да, это земля наших домов. Ну, дай бог, я думаю, такие коллективы, как ваши, с этим вопросом рано или поздно сладят и справятся. Даже не сомневаюсь. С нашими соседями мы сделаем. У нас еще есть немножко время, и мне бы хотелось рассказать поподробнее, почему Ассоциация непосредственного управления исходит из того, что необходимо судиться за капитальный ремонт. Дело в том, что вот закон о капитальном ремонте, который нас обязывает идти на соинвестирование капитального ремонта, отчислять деньги в фонд регионального оператора за этот капитальный ремонт, к сожалению, ну, для домов, которые построены после 91-го года, не должен иметь решающего значения. И более того, он порочен, потому что все дома после 91-го года, постройки, это будем условно считать новые дома. И закон, в общем-то, под них. А дома, которым сейчас, как Лириному, уже 86 лет и чуть-чуть поменьше, 50, 70, 60, эти дома все уже неоднократно должны были быть капитально отремонтированы. Некоторые два раза, некоторые три раза. И если вы помните, когда государство, он говорил, вы все станете собственниками, и ввело закон о приватизации жилого фонда в Российской Федерации, оно предусмотрело 16-ю статью закона о приватизации, что квартиру можно передать в собственность только в доме, не нуждающемся в капитальном ремонте или капитально отремонтированном. А теперь государство скидывает со своих нехрупких плеч это обязательство и говорит, а идите-ка решайте проблемы за свой счет. Сдаваться не надо. Надо идти и отстаивать свои права. Надо идти и судиться за капитальный ремонт в своем собственном доме. Потому что, к сожалению, этот федеральный закон, мало того, что он некачественный, мало того, что ненадежный, и мы даже не можем с вами поручиться, что он не исчезнет в ближайшее время, этот закон, так он еще и предполагает программу краткосрочных ремонтов капитальных и программу длинную, где-то к 40-м годам. Краткосрочные ремонты, это, в общем-то, ерунда. Это немножко кусочками, где-то электропроводка, где-то кровля, где-то сантехника, где-то может быть лифт. Ну да, для многоквартирных высотных домов, которые с лифтами, наверное, стоит это побыстрее урвать, скорее на лифты. А вот все остальное, к сожалению, останется на плечах собственников. Я бы не сказала, что им легко, собственникам им, скорее всего, тяжело. Учитывая, что, к сожалению, мировой кризис, он нас с вами не щадит, он убавляет наши с вами возможности. И когда мы соглашаемся с тем, что и это кладут на наши плечи, мы буквально соглашаемся с тем, что нас плющат. А вот чтобы не соглашаться с тем, что нас плющат, надо принимать решение идти и отстаивать свои права. В этом ничего страшного нет. Идти и отстаивать свои права в судебном порядке. Получать решение о капитальном ремонте за счет бюджета города Перми и реализовывать исполнительное производство. Понимаю, что не все дойдут, но вы, кто это смотрит, найдите в себе силы и попытайтесь это сделать. Вы смотрели канал Социалист Пермь-24. С нами была моя гостья Лира Каковихина. Мы говорили о непосредственном управлении капитальных ремонтов. Всего доброго. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok